Ой, слушайте, пишет нерадивый студент, а я пропустил его донат. Не могли бы вы рассказать про сравнительные плюсы и минусы одной двухпалатного парламента, например, бриташки и гермашки, например. Ну, смотрите, в Германии же тоже по факту двухпалатный парламент, просто они не любят признавать, что бунтесрат является верхней палатной парламентом, но фактически он является верхней палатной парламентом. Здесь, значит, с разницей примерно та же самая, что и с системой сдержек противовесов. Система сдержек противовесов, с одной стороны, ограничивает какую-либо из ветвей власти от узурпации этой самой власти. То есть она делает в некотором смысле государство более контролируемым, более подотчетным. Но, с другой стороны, система сдержек противовесов резко ограничивает эффективность этого самого государства. Ну, действительно, если любой, например, указ главы государства, главы правительства может быть сразу же оспорен в суде и приостановлен в действии. Причем приостановлен в действии он может с никем не выбираемым, да, значит, с никем не контролируемым обычным судьей, как это происходит в Америке. С одной стороны, это ограничивает все власти президента, с другой стороны, это не позволяет нам быстро, оперативно реагировать на какие-то вызовы. При том, что у президента легитимности вообще-то, по идее, намного больше, чем у судьи, которого никто никуда не выбирал, а, значит, просто назначил там предыдущий президент. Вот, так что здесь, вот, опять же, такой трейд-офф между эффективностью и контролируемостью со стороны, значит, со стороны ДМОСа, если хотите. Вот, и это такой трейд-офф, он, собственно, нужно выбрать то, что вам важнее. Да, эффективность государственного исправления, возможность проводить жесткие реформы в том числе, с одной стороны, а с другой стороны, возможность ограничить какие-то личные амбиции представителей той или иной ветви власти. То же самое касается двухпалатного парламента. Двухпалатный парламент делает прохождение закона более медленным, значит, препятствует принятию тех законов, которые необходимы, но, с другой стороны, он служит таким дополнительным тормозом для того, чтобы какие-то законы спорные, какие-то законы неоднозначные не принимались. То есть, это в конечном счете все то же самое. Да, что нам важнее, подотчетность или эффективность? Ну, такие трейд-оффы, они есть почти везде в нашей жизни, например, если мы регулируем банки. Что нам важнее, чтобы банки выдавали как можно больше кредитов или чтобы они были максимально надежны? Да, одно противоречит другому. Нужно искать какой-то баланс всегда. Так.